В Одессе появится мемориал воинам АТО. Активисты возле здания мэрии устроили спектакль «Десятилетний одессит, который снимает звездные войны». Далее об этих и других событиях более подробно. Меня зовут Игорь Буренко. Добрый вечер. В Одесском горсовете создадут комиссию по подготовке мероприятий, направленных на разработку и установку в городе мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне АТО. А также в бюджет Одессы внесли изменения, как и в некоторые городские программы. Более подробно о сессии городского совета смотрите далее в сюжете. Первым вопросом на внеочередной сессии горсовета рассмотрели изменения к бюджету. Одними пунктов, также связанным с бюджетом, но уже государственным, стали изменения в программу охраны и улучшение состояния окружающей среды. Часть рассмотренных вопросов в повестку сессии попали уже во время заседания. Так Александр Остапенко внес предложение о создании комиссии по подготовке мероприятий, связанных с разработкой и установкой в городе мемориала военным Одессы области, погибшим в зоне проведения АТО. После окончания сессии Дмитрий Спивак предложил коллегам поддержать депутатский запрос в Национальную академию науки Минкульт по поводу дома-музея Филатова. А вот вопрос о создании комиссии по празднованию 600-летия Одессы даже не попал в повестку. Его также попытались внести во время заседания. Но депутаты такое решение не поддержали. Александр Полуев, Сергей Чумаков, 7 канал. Креативный подход к борьбе с коррупцией. Десять активистов возле здания Одесской мэрии устроили целый спектакль. В главных ролях публичная информация и коррупция. Именно так они выражали протест против закрытой, как они отметили, городской власти. Больше знает Ирина Стрябко. Побороть коррупцию и сделать власть прозрачной. Немногочисленная группа активистов устроили акцию протеста у здания мэрии. Общественники, а их было всего 10, требуют, чтобы городская власть их услышала и действовала открыто и публично. Мы писали информационные запросы, депутатские заявления и так далее, и так далее. Затребовали информацию, которая согласно закону о доступе про публичную информацию должна быть освещаться всесторонне и точно так, как прописано в законе. Нам приходят всякие отписки, пишут все, что угодно, только не то, что мы прямо спрашивали. На сей раз митингующие решили подойти творчески к решению вопроса и разыграли целую театральную постановку. В главных ролях публичная информация и коррупция. Актеры попытались донести до зрителей, как коррупционеры обкрадывают народ и пытаются завязать руки СМИ. В нашем государстве коррупция пока имеет место быть и мы показали то, что нужно с ней сделать, то, чтобы люди это увидели, то, чтобы члены парламента, правительства обратили на это внимание. У нас нет абсолютно ничего бесплатного. У нас еще, слава богу, воздух бесплатный и на небо можем смотреть, а так у нас все остальное платное. У нас в стране нет ничего. Поэтому мы организовали эту акцию, чтобы показать людям, насколько важно, чтобы власти прислушались к нам. Данная постановка, как в голливудских фильмах, закончилась хэппи-эндом. Публичная информация победила, а украинский народ выгнал коррупцию из страны навсегда. Пока терпеть коррупцию! Коррупция, уходи! Уходи! Ирина Стрябко, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Милиционеры отправились в зону АТО. 70 сотрудников МВД из Одессы и области уехали добровольно, чтобы нести военную службу на украинских позициях. Сейчас те, кому положено, кто вооружается, кто экипируется, после чего мы выдвигаемся в колонны указа направления. Направление все мы знаем. На восток милиционеров провожали представители духовенства, родные и коллеги. В ВУЗ без внешнего независимого тестирования. Участники АТО смогут поступить в высшие учебные заведения, сдав только экзамены. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в интервью Эспрессо-ТВ. По его словам, у участников антитеррористической операции просто не было времени сдавать ВНО. Больница вместо тюрьмы. Захватчика заложников из Одессы признали невменяемым. Мужчину отправят в психиатрическую больницу. В июне этого года он захватил двух женщин в торговом центре «Новый привоз». При этом захватчик угрожал пистолетом и бомбой, которая позже оказалась муляжом. Однако его обезвредил спецназ. У мужчины было три требования. Помочь больной матери, вызвать журналистов и передать Одессу в состав Российской Федерации. Как уже установили эксперты, такое поведение – это результат психического расстройства. Суд задоволил клопотание прокуратуры, про застояние промышленных заходов медичного характера. И направил нашего подозрения до стационарного заклада с психиатрическим закладом с поселенным контролем. Около 12 дня на улице Среднефонтанской сбили пешехода. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Водитель попытался затормозить, но не успел. Пешеход ударился о лобовое стекло и отскочил на землю. Первую помощь пострадавшему оказали фармацевты из ближайших аптек, служба безопасности торгового центра и сам водитель. Сейчас пострадавший находится в еврейской больнице. Милиция будет проверять законность ношения оружия у одесситов. В городе все чаще стали слышны выстрелы. За последнюю неделю в Одессе произошло сразу два инцидента со стрельбой. Один в Киевском районе, а другой в Приморском. Там водитель иномарки пять раз выстрелил в водителя ваза из травматического пистолета. В ходе последних проверок 500 человек остались без разрешения на ношение оружия. Мы будем проводить внеочередную отработку по оружию. То есть это будет опять же проводиться жесткая проверка всех, кто имеет разрешение на ношение и хранение и применение оружия, как нарезного, так и травматического. Одесские спасатели учились обезвреживать змей. Обучение имчестников проходило на базе зоопарка. В летнее время года одесситы и гости города, которые выезжают на природу, нередко сталкиваются со змеями. Как вести себя с опасными присмыкающимися, знают наши корреспонденты. На территории Одесской области водится всего пять видов змей. Из них по два вида полоза и ужей. Все они не являются ядовитыми. Но есть и гадюка Никольского. Именно от нее стоит ждать опасности. Директор одесского зверинца Игорь Беляков показывает одесским спасателям, как действовать при выявлении змей. По его словам, при их обезвреживании главное не наносить присмыкающимся вред, ведь некоторые занесены в Красную книгу Украины. Нам было бы змее и потяните. Только не так, чтобы ее пополам перелезли, а потяните так, чтобы ее держать. Все, вы ее поймали. Спасатели говорят, что во время летнего периода от жителей города поступают многочисленные звонки. Змеи проникают в дома и офисы. Поэтому сотрудникам МЧС важно знать, как себя вести в сложной ситуации. На данный момент, благодаря этой встрече, нам рассказали, как вести в таких случаях. Ну, зная того, что она не ядовитая, не страшно. И благодаря этой беседе, еще раз, мы убедились, как различать ядовитую змею от не ядовитой. Сотрудники МЧС должны быть во всеоружии. Они должны понимать истинное положение вещей. Они должны знать теорию этого вопроса и хотя бы, насколько это возможно, какую-то практику в этом иметь. Безопасного отдыха одесситам и гостям города желает Ирина Стрябко и весь Седьмой канал. Он чемпион по дзюдо, древней китайской игре Го. Манекен на курсах первой медицинской помощи. Снимает кино, шьет на швейной машинке, расти цветы и не только. Этот рассказ совсем не про взрослого человека, а про мальчика Антона, которому всего 10. На съемочной площадке «Звездных войн» в Одессе побывала Анастасия Симонова. Его квартира – это сплошная съемочная площадка. Все герои и техники из конструктора Лего. В свои фильмы десятилетний режиссер-продюсер-оператор Антон выкладывает на Ютуб. Парень – горячий поклонник «Звездных войн». У него даже чашка с Дартом Вейдером. Поэтому и название фильма в соответствующей. «Теневая оборона. Империя наносит ответный удар». Первый фильм снимался около четырех дней. Второй фильм, он был самый распространенный и так далее. На нем сейчас больше, чем 400 просмотров и около 100 лайков. Антон снимает на обычный планшет. Монтирует во взрослой программе «Сони Вегас». Добавляет спецэффекты, накладывает музыку. Фильм озвучивает тоже сам, разными голосами. Стараюсь, только почему-то на камере получается песклявый голосочек. Вот так выглядит среднестатистический съемочный день. А вот то, что получилось после долгих съемочных дней и монтажа. Как для одесского десятилетнего режиссера, это, пожалуй, шедевр. Вообще, Антон не только режиссер, актер, он еще и изобретатель и чемпион. Под зюдо и китайской игре «Го». А если еще и заглянуть в его рюкзак, увидеть можно не машинки, а непривычные для десятилетнего вещи. Это что? Вот бинт. Пластыря. Техордиоксидин. Хордиоксидина нет пока что. Перчатки. А из-за сходов? Да. Ну и марлевая софта. Ты думаешь, что каждый ребенок должен носить, да, с собой? Скорее, каждый родитель. Еще Антон умеет оказывать первую помощь. На тренингах слушаю, и на мне все тренируются. Я манекеном подрабатываю. На тренинге по первой помощи пара медик. Мам, дай виситку. Мама дает 20 грин за счет организации. Я дам у них манекен. Видите ли, манекены стоят по 500 евро. Что за штука? Мама режиссера альтернативной версии «Звездных войн» не устает перечислять все занятия сына, в которых он добился совершенства. Потом он начинает увлекаться минералами. У нас стоят минералы, камни, собираем всей семьей. Он собирает эти в том числе. Он там покажет потом. Потом он начинает увлекаться растениями. У нас начинают свести сады на окнах. Он знает все названия. То, чем он занимается, он занимается углубленно. Потом начинает что-то паять, вырезать. Поразбирал все игрушки и переделал их в вентиляторы. Вентиляторы молодой изобретатель уже успел продать своим одноклассникам по 15 гривен. Пока же Антон продумывает новые сценарии своих «Звездных войн». Надо делать быстрее, ведь через месяц начнется школа. К следующему году мальчик хочет набить руку и поучаствовать в Одесском Чилдрен Кинофесте. Вдруг и Джордж Лукас заметит. Анастасия Симонова, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. Ответственность за наше будущее лежит на каждом из нас. Именно об этом во время встречи с одесситами говорил Сашко Положинский. Сам артист давно занимается общественной деятельностью и известен своей патриотической позицией. Музыкант еще во время Майдана был одним из тех, кто постоянно поддерживал протестующих. Сейчас Положинский регулярно посещает зону АТО с концертами группы «Тартак» и сольными выступлениями. Я считаю, что каждая людина должна быть активной и должна так или иначе пытаться вплинуть на эти изменения на лучшее. И в данном контексте музыкант или артист, он отличается от большинства других людей только тем, что он является... Ну, если мы сейчас говорим про музыкантов, артистов, которых люди знают, он является больше признанным и, возможно, это дает, с одного боку, ему больше возможностей, а с другого боку, накладает на него больше ответственности. День крещения Киевской Руси. Сегодня в Украине отмечают День памяти святого равноапостольного князя Владимира Крестителя. На Думской площади в связи с тысячелетней годовщиной его упокоения состоялся концерт Митрополищева хора Одесской епархии. Исполнители подарили одесситам и гостям нашего города девять песнопений, которые обычно звучат в храмах. Зрители от концерта в восторге, но правда признаются, мало кто помнит о сегодняшнем дне. По тем временам религия, культура и политика, это было очень тесно взаимосвязано. И поэтому мне кажется, что тогда закладывалась именно основа духовности, основа политики, основа народа. Я вообще люблю духовную музыку. Специально приехали мы послушать. Сегодня же праздник большой, поэтому и приехали послушать. И это была последняя информация нашего выпуска. Завтра в этой студии встречайте мою коллегу Екатерину Поденежную. Я вам желаю хорошего вечера и прохладной ночи. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова